Привет, мои любимые слушатели! Сегодня темой нашего расклада идет такой вопрос. Вспомнится ли моя мечта? Девушка попросила вчера, решила сделать, потому что в последнее время сейчас сложные у меня, да, расклады идут. Ну вот, немножко разгрузить обстановку, как говорится. Сделаем такой легкий расклад. Вспомнится ли моя мечта? Вспомнится ли моя мечта? Вариант, например, один. Вариант номер два. Зеленые карты, они мне скажут да или нет. Именно зеленые карты. Я сделаю шесть вариантов. Шесть. Много не буду делать. Все-таки шесть достаточно. Да или нет. Или может быть. Поэтому шесть вполне достаточно. Зеленые карты мне скажут да или нет. А остальные карты будут подсказками. Так. Вспомнится ли мое желание? Вспомнится ли мое желание? Пока определяетесь. Я карты раскладываю, чтобы было дело быстрее шло. Так. Если нужно мне будет, я еще дополнительно выложу. Если у меня будут какие-то, да, вот сомнения, допустим. Дополнительные карты из этих же колод. Вспомнится ли мое желание? Не знаю. Можете, знаете, там для себя сформулировать это желание. Можете. Несколько, кстати, желаний тоже. Если не вспомнится, скажу почему. Потому что остальные карты это и есть подсказки. и расшифрую. И если увижу, что может быть, то подсказки опять же, да. А что надо сделать дополнительно, чтобы исполнилась мечта? Может быть, домечтать ее надо? Может быть, еще время не пришло? Как кто-то великий сказал, что хорошо, что не все наши желания исполняются. Это тоже, как бы, я думаю правильно. Может быть, и не надо, чтобы какая-то мечта все-таки осуществилась. Пусть что-то новое приходит, может быть, интереснее той старой мечты, да. А может, какая-то старая мечта исполнится. Надеюсь, вы определились. Я начинаю. Так. Это замечательное время для исследования романтических отношений и творчества. Сразу первый вариант, сразу сложный. Карта иллюзии, карта самообмана. Это не та мечта, которая вам нужна. То есть, здесь о чем речь? Здесь для людей творческих, романтических. Человек, который романтик, может быть, он там, не знаю, стихи сочиняет, там, рисует, танцует. Творческий человек, который поставил себе какую-то задачу, мечту, что-то исполнится. Но это не, это мечта самообман. Себя обманываете. Вам нужна помощь друга. Помощь друга. Он в движении все время, он непоседливый, он все время какой-то бежит, торопится, знаете, вот нужна такая вот помощь. И эта помощь будет взаимовыгоднее, так как взаимовыгодное сотрудничество. В скором времени смена будет, круга общения, может быть, переезд, смена работы, какой-то движения, карта движения. И вот эта мечта, которую вы мечтали, она не актуальна. У вас будет мотивация для чего-то большего, интересного. Может быть, вы знаете, из своего вот этого внешнего состояния что-то другое, да, как это, как будет поворот, более интересное какое-то желание. Послушайте, человека, дельный друг у вас, совет, он вам подскажет. Он вам подскажет. Исполнится мечта. Да, опять карта совета выпала. Здесь такой совет вам, чтобы мечта ваша исполнилась, но она будет более интересной, более совершенной. Это уже не актуально, она больше вводит в заблуждение, самообману, как во тьме, она все не исполняется, не исполняется. Тут речь о том, что это желание, оно может вообще с другого угла, исполниться, не так, как вы задумали. Здесь что нужно сделать? Послушать опять совет, быть в курсе всех событий, новостей, новинок, более совершенствовать свое творчество, себя совершенствовать, слушать других людей новости, заниматься собой, совершенствовать, и не бояться. У вас будет покровительство интересное? Вообще по-другому мечта исполнится. Это замечательное время для исследования романтических отношений, творчества. Вам надо совершенствовать себя, себя оттачивать, послушать какого-то человека. вам нужен союзник, и не стоять на месте совершенствоваться, двигаться вперед, и оттачивать себя. У вас исполнится мечта немножко попозже, и не так, как вы затеяли, по-другому. Она исполнится, но по-другому. И вы будете совсем другим человеком. Она не исполняется для того, что вы просто не будете расти. Вы как-то исполнится мечта, и будете радоваться, и дальше не пойдете. А здесь вас толкают к тому, что надо совершенствоваться, оттачивать, чтобы результат был более значимый. Вариант номер два. Желание не исполнится. Не исполнится желание. Вы замечательное существо света. Ничего не нужно менять или исправлять. Вам они говорят о том, что почему не исполнится, потому что не надо вам этого. Вы как сказать, мечтаете о чем-то, но это не то, что вам надо. Вас как будто уводят куда-то в другую сторону для вашего развития, для вашего совершенствования, надо не это, то, что вы загадали. Добивайтесь своего, любые средства хороши. Резкие начнутся перемены, новые планы. Вот эти карты, они схожи. То, что вы загадали, вам это не нужно, вам это не дадут. Это не то, что вам нужно, поэтому закрывают. Вы замечательное существо света, ничего не нужно менять и исправлять. Будет перемена, новые планы, надо будет добиваться всего своего, победа над конкурентами. И если вы болели, то вы выздоравливаете. У кого-то проигрывается, дают вам, дадут вам человека, с которым будет невероятный страстный, бурный роман, яркие эмоции, человек очень активный, интересный, сильный. Будет невероятная страсть. Это, видимо, как компенсация неисполнения какой-то мечты, компенсация дается какой-то человек. Такой странный еще совет, послушайте. Мечтание исполнится, знаете почему? Потому что будет в будущем, она повлечет за собой какие-то потери, много будет сплетней, разговоров, вы будете болеть, и будете очень большой депрессией, что ли, как тоска какая-то. Поэтому нельзя, не дают вам, чтобы она исполнилась. Но в компенсацию дается новое что-то, новый виток, новые перемены, новые планы и дается человек. Вы замечательное существо света, ничего не нужно менять. Поэтому считают сверху, что вы достойны большего, интересного, и если вы получите желаемое, если мечта вдруг осуществится, будете с этого страдать. Очень много будет сплетней, завистников. Вам понадобится помощь, будете очень нуждаться в какой-то помощи, просить о помощи, и не будете понимать, куда идти. Поэтому мечта не осуществляется. Еще раз. Победа над конкурентами, кто болеет, выздоровеет, резкие перемены, новые планы. Дается человек, очень страстный, горячий, романтичный. Будут невероятные эмоции. Это вам, как замена, что ли, утешение. Утешающий приз за то, что мечта не исполнится. Некоторые мечтами не надо, чтобы исполнялись. Именно во благо вам. Вариант номер три. Мечта исполнится ли. Так. Бог разрешения конфликтов. Вам советуют отстраниться от текущего конфликта. Начало новых романтических отношений, начало новой творческой работы. Отстраниться от текущего конфликта. Есть у вас кто-то, кто сильный, жесткий манипулятор, причем может быть и вами манипулирует, может быть обстоятельства манипулирует. Вспомните, подумайте интуитивно. Интуитивно. Что это? Кто это? Странный, 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 Странный совет. И эта карта, и вот эта карта одно говорят. Нужно прибегнуть к магии. Прибегнуть к магии. Не знаю, что это такое. Прибегнуть к интуиции, к психологии. Оказывать влияние на людей тихим голосом. Как кошка, знаете, тихим голосом оказывать влияние. Прибегнуть к шарму, привороты, магия, психология. Странный совет. Вы должны быть невинным, невинным человеком. Обе карты говорят, надо к психологии, к интуиции прибегнуть. Вам советуют отстраниться от текущего конфликта. Она мне не говорит исполнится. Исполнится ли желание? Ну-ка скажите мне, исполнится ли желание? Странный какой-то вообще вариант. Здесь говорится о том, что если вы сейчас в какой-то депрессии, слезы, разочарование, бесконечная тревога, вам нужна помощь. Здесь не идет речи о исполнении желаний. Они говорят о том, что здесь все будет пока стоять на месте, пока вы не отстранитесь от какого-то конфликта. Включить надо интуицию, быть, вспомнить, кто вы. Вы знаете, как в детстве ребятишки, они же невинные, у них нету толстокожести, как у взрослых, нету такого понимания, что зависть, интриги. То есть дети, они как-то более невинные. Вот вспомните, какой вы изначально, что у вас внутри живет. И там есть ответ, как надо действовать. Это интуитивно включите себя невинного и подключайте к каким-то диалогам, что ли. Оказывать влияние на людей тихим голосом. Оказывать влияние. У вас защита стоит, не переживайте, защита есть от магии от всякого. Вы и сама себе защита, вы сам себе защита. У вас невероятная интуиция, вы интуитивно знаете, что делать. Вы сейчас стоите на пороге нового, на пороге новых перемен и вас выводят высшие силы на новый какой-то уровень, вообще на другую какую-то жизнь, но вам сейчас стоп стоит из-за какого-то конфликта. Отстранитесь от конфликта, расчистите себе путь, идите вперед. И эта карта тоже говорит начало новых романтических отношений, начало творческой работы, начало чего-то нового, но мешает какой-то конфликт. Желание может исполниться позже? Не сейчас, сейчас не до этого как будто, вам нет и сейчас нужно, оно вам только мешать будет. или пройти какой-то урок нужно. Вариант номер 4. Колесница, классная карта. Карта победы, триумфа. В моей колоде это не только колесница, когда движение вперед, забываем, сжигаем мосты назад, забываем прошлое, идем, движемся вперед. В моей колоде это карта еще и триумфа, победы. на завершение дела. Это вы закончили период трансформации и эта карта заговорит, две карты говорят о том, что закончен путь, он заканчивается, если кого-то еще не закончен, заканчивается какой-то период, пришло время, пришло время. Сейчас надо извлечь уроки, готовым быть вертикальное обновление, вмешательство судьбы, все, хватит, путь закончен, пришло время, бог искусств, художник внутри вас собирается проявить себя. Закончен период трансформации, надо извлечь уроки, двигаться дальше. Выстраивайте стратегию, что будете делать дальше, почему, потому что вы приветствуете будущее, вы приветствуете новое, не бойтесь, двери открываются, вам приходит что-то новое, поприветствуйте это новое, вы найдете себя, какое-то призвание себя, вы найдете себя, то, к чему у вас есть призвание, это может быть что угодно, это может быть что-то в творчестве, в профессии, в любви, бог искусств, художник внутри вас собирается проявить себя. Итак, сжигайте мосты назад, прошлое пусть будет в прошлом, полная победа, заканчивается старый путь, заканчивается путь, все, пришло время расстаться с прошлым, расстаться с этой трансформацией, с этим периодом, завершение дел, извлечите, извлечите уроки, готовьтесь к переменам, здесь вмешивается сама судьба. поэтому, если был период неудач, все, он позади, трансформацию вы пережили, сейчас откроется дверь, поприветствуйте, что-то новое, исполнится мечта, исполнится, но она больше исполнится, чем вы хотели, еще больше, интересно. Вариант номер пять. Бокс нисходительности, все нормально, перестаньте себя казнить. Карта семьи выпала. Большая семья, помощь старших, укрепление семейных отношений, свой дом, может быть, вам пора свой дом построить, свою семью завести, начало оседлого образа жизни. Большая семья, где будут большие традиции свои. В чем речь? В чем речь? В чем речь? В чем речь? Сложно, вообще сложный вариант. Пятый, потому что идет отрицание реальности, отрицание того, что происходит, какое-то недовольство, какое-то завершение чего-то, слезы, завершение идет, недовольство ситуации, как будто ситуацию надо завершить выходом, выходом из этого, из этой ситуации. Все нормально, перестаньте себя казнить. Выход из ситуации. нужна стратегия, как вы будете двигаться вперед. У вас все получится, вы маг, у вас все в руках, у вас есть знания, появятся возможности. сложные варианты, очень сложные. выходить надо из того периода из этого тяжелого закрытия. Если вы шли раньше к какой-то цели, для вас она была самой яркой, интересной, но когда вы ее поближе увидели, поняли, что это не то, и как будто готовы сбежать. Но когда будете бежать куда-то, не споткнитесь, как говорится, не из огня в полымя, если решили отказаться, делайте это красиво, спокойно, не надо горячку пороть, убегать куда-то. Был период неопределенности, может быть такой период неопределенности, он закроется, завершится. Карта карта меня смущает, очень лечь. Заканчивается тяжелый путь у вас, из этого болота надо выходить, заканчивается путь по судьбе, все, время закончилось, пора выходить, двигаться вперед, вы можете, вы готовы. если вы уже ушли из семьи, это надо было сделать, конечно, больно, тяжело, выстраивайте стратегию вперед, у вас придут деньги, помощь женщины какой-то, влияние женщины здесь сильное, встреча с какой-то женщиной, новые плоды, новая семья, рост в бизнесе, процветание, карта самая одна из лучших, процветание, вы все знаете, мечтаю исполниться, но не так, как вы думали, если вы ушли из семьи, значит, перестаньте себя корить, двигайтесь вперед, к новым, к сильным берегам, к новым берегам, будет женщина, которая вам поможет, у вас будет рост, не забудьте потом сходить в храм, свечку поставить, очень тяжело вам, или есть, или было, не забывайте о том, что высшие силы дают испытания не просто так, и желание исполнится, но не так, как вы себе представляли. Шестой вариант. Ангел очищения пространства, пора очиститься от негативных мыслей и чувств. Ведьма выпала, хитрая какая-то коварная, пора очиститься, ангел очищения, мешала, мешает своими деструктивными какими-то кознями, интригами, разговорами, магией своей, мешала. Желание исполнится по закону, по закону, что это может быть? или суд решит, либо это мужчина, мужская карта, муж, исполнится желание через мужчину или через закон, по закону. Рубите с плеча, будьте готовы к врагам, борьба за власть, в паре, вообще конфликт с врагами, где вы победитель, защита своего имущества, своих близких, будьте агрессивными, смелыми, воинственными, убираем хитрюгу, сплетницу, интриганку, убираем, находим покровителя, закон, адвокат, юрист, умный мужчина, начальник, муж, покровитель, вытащит вас, пора очистить о негативных мыслей и чувствах. Еще совет. Чтобы не плакать, не расстраиваться, не слушайте сплетни, выстраивайте стратегию, двигайтесь вперед, не слушайте сплетни, сплетни вытягивают из вас энергию и как следствие вы потом мучаетесь, страдаете. Здесь, в данном случае, сплетни это какие-то вампирские, негативные программы, которые вытягивают из вас энергию. приходит какая-то дружба, партнерство, любовь, будет шанс, как говорится, подарочек вам. И это приведет к радости. Но это будет новый этап. Пора очиститься от негативных мыслей и чувств. Не участвуйте в сплетнях, не участвуйте в никаких разговорах. Убирайте хитрюгу. Подружка она или кто не знает, они говорят. Убирайте эту хитрюгу, она строит какие-то козни, от нее очень много негатива. Найдите себе покровителя, человек, который вас вытащит из этого. Убирайте негатив. Желание исполнится только через мужчину или через закон. По судьбе. Дружба или партнерство по судьбе, которое приведет к деньгам, к радости. Какая-то дружба или партнер. Покровительство вам надо, вы нуждаетесь, оно будет. И вам надо все-таки положительно отнестись. Покровительство, это, конечно, слово такое сейчас пошлое, покровительство. А на самом деле у него много значений. Покровительство, это помощь, это опека, защита. Человек, который видит, что вам нужна помощь, он вас как-то закрывает, он может из чистого сердца, чистого сердца вас закрывать, помогать, сочувствовать вам. именно об этом покровительстве идет речь. воспользуйтесь такой помощью, такой поддержкой. Закон или человек-начальник, или человек в погонах, умный человек, может быть, это даже и муж. то есть покровительство этого человека исполнит ваши желания. Вот такие у нас были желания, исполнения, неисполнения. надеюсь, что все-таки вы правильно поймете эти подсказки и то, что хотели вам сказать карты. Не отчаивайтесь, не расстраивайтесь. Некоторые мечты должны быть отформатированы, немножко изменяться. Вы меняетесь, и мечта должна меняться. Потому что дайте небу шанс, дайте высшим силам шанс как-то изменить эту судьбу, это желание должно как-то измениться к ней дорожка, чтобы облегчить ее, чтобы она пришла, эта мечта, но не так, конечно, как вы задумывали, но она должна быть вам в радость, понимаете? А не так, когда она уже исполнилась, эта мечта, а она уже нафиг не нужна. То есть мечта должна быть в счастье, в радость, в удовольствие, чтобы оно пришло, это было невероятные эмоции, чтобы вы радовались. А получается, вы мечтаете, а время, время идет, годы идут, и она исполняется, уже как будто уже все, поезд ушел. И не надо. Поэтому здесь такой совет, если есть желание, старое, пересмотрите их все-таки. А может быть, они уже не актуальны, а может быть, пора уже что-то новое загадать, и оно исполнится намного быстрее и легче. Вот такие у нас сегодня были подсказки. Надеюсь, я вам помогла. Конечно, буду рада вашим комментариям. От себя желаю вам мира и добра. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...